Сегодня комфорт и благоустройство главная информационная тема всех средств массовой информации социальных сетей. Причем мы говорим о создании удобной среды проживания как в городе, так и на селе. Поводов для разговора как минимум два. Здравствуйте, в эфире программа «Между строк» и я, Анжелика Григорьева. Почему-то так сложилось, что создавать комфортную среду мы в первую очередь начали в крупных городах. Хотя объяснение этому есть. В них проживает большее количество людей, так что и нормальные условия для жизни получают большинство. Но это вовсе не должно ощемлять интересы тех, кто трудится на земле. В этом году благоустройством особенно активно занялись в малых городах, районных центрах, селах и деревнях. Благодаря сразу трем программам. Формирование комфортной городской среды, устойчивое развитие сельских территорий и инициативное бюджетирование. Жители очень активно участвуют в этом процессе, подсказывают адреса нуждающихся в реконструкции объектов, предлагают построить новые. В социальных сетях бурно обсуждают нерасторопность чиновников, сетуют на равнодушие и призывают всех быть инициативнее. Так случилось в Научбоксарске, когда жители пожаловались на неблагоустроенную верхнюю набережную. Долгое время горожане не любили гулять в этом месте. Хотя с точки зрения экологии, природного ландшафта лучше не придумаешь. Волга, чистый воздух, дыши на здоровье. Теперь на набережной многое изменилось. Только на благоустройство нового сквера в этом районе было выделено около 10 миллионов рублей. Теперь здесь есть освещение, установлены скамейки, урны, пешеходные дорожки, сделанные из брусчатки, установлен цветовой фонтан. Правда, он не работает, как пояснила сетименеджер Научбоксарска, главе республики. Пока продолжаются пусконаладочные работы, светодинамического оборудования. Но сквер не должен пустовать. Здесь обязательно должны быть в будущем активные зоны отдыха. В Ядрине только начинают масштабную реконструкцию. Планы большие. Будущему поколению республики необходима комфортная среда. Связывая поколение. Проект по таким названиям будет реализован в Ядрине. Муниципалитет одержал победу в федеральном конкурсе. Многомиллионные гранты направят на реконструкцию одной из центральных улиц города. Улица Комсомольская расположена в исторической части старинного города. Вокруг немало особняков прошлого века, и это необходимо учитывать проектировщикам, отметил глава региона. Работы начнутся в следующем году. Из федерального бюджета муниципалитету выделят более 40 миллионов рублей. С другой стороны, для Ядриной это тоже большие деньги, которых никогда не было. И максимально с пользой для Ледла это использовать. Куча. И максимально. Да. Мнение людей. Вы были, да. Среди приоритетов города на Суре и ремонт дворов. За сколько лет вы ядринцам скажете, что завершите эти дворовые территории? Если начать увеличить, то 5-6 лет будет достаточно. В этом микрорайоне города благоустройство продолжается. Летом отремонтировали тротуары, установили новые скамейки и фонари. Впереди немало работ. Глава республики узнал, что необходимо юным жителям. А тут в хоккейной игровке сейчас футбол играете или что там делаете? Футбол. Футбол. А летом что делаете? Летом футбол. Тоже футбол. Оборудовать во дворе новую хоккейную коробку и тренажеры должны уже в следующем году. Здесь установят и детский игровой комплекс. Муниципалитет активно участвует в различных всероссийских конкурсах. Одна из последних побед – грант на благоустройство всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Вот что думает по этому поводу главный архитектор республики Александр Шевлягин. Возьмите тот же Ядрин. На сегодняшний момент, скажем так, не такие большие деньги затрачены, но эффект очень большой. То есть вокруг очень много многоквартирных жилых домов, шикарная территория большая, плюс там даже сохранили старые деревья, которые тоже свою землю вносит. И я считаю, что это очень положительный пример. Чем комфортнее среда будет в малом городе, тем, скажем так, народ будет задумываться, уезжать из этого или не уезжать. Тот уровень комфорта, который будет постепенно достигаться, я думаю, он будет как раз драйвером, чтобы привлечь обратно людей. И плюс еще любой город, исторический, не исторический, мало, они практически все исторические, привлекают еще очень много туристов. Чем больше, скажем так, будет привлечения туристов, тем больше будет людей, которые обслуживают их. Естественно, рабочие места дополнительно. Плюс, где много народу, там, естественно, и торговля подтягивается, какие-то услуги подтягиваются. То есть опять появляются дополнительно рабочие места. В связи с этим возникает вопрос подготовки квалифицированных кадров, умеющих готовить проектно-сметную документацию, создавать современные эскизы. Очень мало специалистов, которые пока увлеклись этой темой. Молодые еще как бы готовятся, в возрасте они, ну, не работали в этой области, особого желания нет. То есть они привыкли заниматься объемами, заниматься там планировочными какими-то задачами городскими. А вот именно создавать комфортную среду пока еще мало специалистов. Тем более в небольших, да, таких вот малых городах. Ну, нет такого понятия. Большой, маленький, можно любую задачу, ну, решить очень качественно и очень грамотно. Будь то маленький город, большой город, это зависит от объема. Просто здесь должна быть любовь к этому делу. У нас просто пока таких специалистов очень мало. Мы пытаемся, привлекаем молодые специалисты, привлекаем ландшафтных архитекторов. У каждого районного центра своя история, свои планы по созданию комфортной среды проживания. Эта дорога в частном секторе «АллатРа» в капитальном ремонте нуждалась давно. Годами водителям приходилось объезжать ямы. Не каждая машина могла преодолеть такой тернистый путь. Проблема местных автомобилистов была решена в рамках национального проекта. Обновили не только проезжую часть, но и тротуары. Это «АллатРа» подтвердило? Катя с асфальтом, что соответствую, все не подтвердилось. В «АллатРе» продолжают создавать комфортную городскую среду. Во дворе дома по улице Березовая в этом году оборудовали игровую площадку на радость детворе. Михаил Игнатьев отметил, что многомиллионные суммы в бюджете закладывают и на проекты, основанных на местных инициативах. Но инициативный бюджет тренинг по республике в этом году более 600 проектов реализовывает. А мы с бюджета деньги выделяли и будем выделять, будем оказывать содействие. Вот эта красота, это благо для себя, для жителей самих многоквартирных домов. Еще одна проблема – нехватка парковочных мест. Жителям приходится оставлять машины, где попало и у детских площадок, и на газоне. Михаил Игнатьев поручил пойти по пути столицы республики и создать во дворах эко-стоянки. Формировать комфортную среду на селе можно и нужно. Было бы желание. В Комсомольском в этом году начали реконструировать Центральный парк культуры отдыха. А в рамках программы инициативного бюджетирования здесь недавно появилась новая детская площадка. Еще в начале лета на месте этой дорожки была просто тропинка. Пройти здесь во время дождей, не испачкавшись, было невозможно. По новой брусчатке гуляй хоть в модельной обуви. В парке появилось и новое освещение. Более 40 энергосберегающих ламп. Все изменилось, все порядок стал. Чистота и дорожки. Прямо уютно. Рада, рада. Капитально. Спасибо всем. Светло, уютно и приятно. Все хватает, слава богу. Освещение есть, все есть. На реконструкцию парка село получило почти 8 миллионов рублей по программе формирования. Благоустройство продолжится и в следующем году. Сейчас подрядчик занимается тем, что закупает малые архитектурные формы. Это что сюда входит? Будем менять старые скамейки на новые. Будем закупать 17 штук и урны о этой программе. И хотим поставить вот здесь, в центре парка и культуры отдыха, фонтан. Это будет в следующем году. Подрядчик обязуется выполнить качественный срок. Сроки стекают 23 ноября. Детский смех в микрорайоне имени Кости Антонова, героя Советского Союза, жители теперь слышат гораздо чаще. Здесь появилась новая детская площадка. Крусель, горка, качели. Рядом баскетбольная и футбольная площадка. Жители стали участниками проекта инициативного бюджетирования, когда к их вкладу в размере 5% добавляется еще примерно миллион бюджетных денег. Он не уступает в общем городским площадкам детским. Так что все хорошо. Мы с дочкой сюда очень часто приходим. Побольше бы таких площадок, потому что гулять действительно негде. И детям негде, нечем заняться. А если так, они видно, вот развиваются, бегают, прыгают, общаются между собой. Когда падаешь, не больно, все очень хорошо. Раньше мы на другие площадки ходили. А теперь уже около дома? Да. Ну, реально зону прям. Вместе с комфортом в село на постоянные места жительства должна вернуться и молодежь. Это тоже одна из основных целей программы. И в завершение нашей программы мы спросили жителей столицы, довольны ли они благоустройством и что хотели бы изменить в городе. В последнее время происходит положительная тенденция, но в целом могло быть лучше, если честно. Ну, потому что дороги никакие в дворах абсолютно. Абсолютно. И детские площадки в ущербном состоянии абсолютно. Вот надо смотреть тоже. Не просто лишь бы заменили, а как это смотрится. То есть эстетическая сторона проделанной работы должна быть заметна. Асфальт ремонтировали недавно. Все хорошо. То есть подъезд хороший, машины стоят, то есть они не мешают. Ну, место есть для всех. И для детей, и для машин, и для взрослых. Если, скажем так, дают материалы современные и все остальное, то это нормально. А если чисто косметически ремонтируют, то это похуже, конечно. Чего не хватает? Ну, мне в основном спортивных площадок под футбол вот только так. Если бы искусственное покрытие, вот это побольше было бы с этим резиной, там вот это вот, это было бы здорово. Однозначного ответа нельзя, конечно, дать. Ну, достаточно, наверное, никогда не бывает. Ведь все определяется ресурсами. Наверное, будет больше ресурсов, будет делаться больше. На этом у нас все. Читайте между строк и делайте свои выводы. Редактор субтитров А.Семкин